Есть разные типы звука. Мы сейчас разберём с вами четыре типа звука. Вот, допустим, есть звук эмоций. Я желаю всем счастья! Этот звук эмоций не побеждает судьбу, он улучшает настроение. Если человек повторяет в таком ключе, то у него просто на весь день будет хорошее настроение, но никакой победы над судьбой не будет, потому что судьба побеждается не с помощью эмоций, а с помощью разума. Второй тип звука — это звук ума. Человек от своего настроения, или звук настроения, или звук ума. Ну, то есть, допустим, у человека может быть плохое настроение, но он от эмоций может сказать «Я желаю всем счастья!» Ну, то есть, он может при этом эмоционально выражать хорошее настроение, но у него внутри сердце будет плохое. Но если человек от своего настроения говорит что-то, от своего сердца, мы говорим «от своего сердца я говорю», «Я желаю вам всем счастья!» Допустим, от своего сердца я вам говорю. Или когда настроение плохое, то человек говорит «Я желаю вам всем счастья!» Вот, понимаете? То есть этот звук не побеждает судьбу. Этот звук связан с умом. Есть звук, связанный с эмоциями или с чувствами. Есть звук, связанный с умом. Есть звук, связанный с разумом. Этот звук, он особенный. Он очень не похож на остальные звуки. И он не произносится человеком в обычном состоянии. Вот я, допустим, с вами говорю, я говорю не звуком разума, я говорю звуком ума. Звук разума включается, когда я начинаю помнить о святости. Вот, допустим, я вспоминаю своего наставника и повторяю. «Я желаю всем счастья!» Вот это звук памяти. Звук разума — это звук памяти. Вот, допустим, человек говорит «Я тебя люблю!» Женщина говорит «Перестань как бы поясничать!» Скажи честно. И честно означает это звук памяти. И он вспоминает свою любовь к ней, вспоминает память, включает, вспоминает любовь. И говорит «Я тебя люблю!» Ну, то есть, это звук памяти, звук разума. Он меняет сердце, он от сердца. Это сердечный звук. Разум находится в сердце, глубоко. И такой звук нравится. Это нравится, когда так говорят. Есть ещё четвёртый вид звука. Этот звук недоступен вообще людям в обычном состоянии. Этот звук, его называют звук «Ом» или звук «Дзэнь». Видите, у китайцев «Дзэнь», у индийцев «Ом». У христиан это Божья благодать, звук Божьей благодати. Понимаете? То есть, это особенный вид звука. «Ом» его можно смоделировать. Можно примерно, как бы, звучать этим звуком и постепенно сознание придёт к нему. Поэтому есть такие мантры, то есть, люди повторяют. Что это за звук? Разум, когда он побеждает судьбу, он настраивается на определённую волну. Это звук силы разума. Вот эта волна «Ом». Допустим, «Ура-а-а-а-а-а-а-а-а». Чувствуете, да? «А-а-а-а-а-а-а». Вот это вот, когда люди в атаку идут, они кричат «А-а-а-а-а-а-а». Остаётся только этот звук. Если бы выходили в атаку, вы слышали этот звук, звук победы над судьбой. Люди кричат этот звук. И во всех армиях, когда люди идут в атаку, у них все равно все слова, которые они произносят, они издают вот этот звук. Иногда в молитве можно услышать, что люди специально произносят этот звук для того, чтобы разум настроить на победу. Я знаю только одну такую молитву, где эта мусульманская молитва, она мне попалась случайно. Я думаю, что ничего случайно не бывает. Я вам сейчас включу эту молитву, чтобы вы поняли, что это за звук. Этот звук будет звучать здесь в зале, когда мы будем повторять «Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья!» Я буду вам говорить «Настраивайтесь на голос тех, кто поет! Настраивайтесь на мой звук! Забудьте про себя!» То есть мы сейчас будем об этом говорить. Но через 20 где-то минут в зале вы услышите еще один звук. То есть все повторяют «Я желаю всем счастья!» Но вы можете услышать, если вы внимательно слушаете, вы услышите этот звук победы над судьбой, включенного разума. Это звук Ому или звук Дзэй. Ну то есть звук, который дает силу, и все трудности в дрепезги разлетаются, когда человек произносит этот звук.